Но Терех и Лот вышли с Авраамом и с Сарой. Он взял с собой своего отца, то есть человек берет с собой не только себя, а он берет с собой все свои свойства, самые близкие ему, из которых он вырос, из которых он нашел вот этот духовный путь. Поэтому его отец, его супруга, его жена, его эгоизм в нем, они сопровождают его в этом духовном подъеме. Он постепенно-постепенно вбирает их в себя и таким образом поднимается. А, для этого он уберет с собой? Да, поэтому это внутри нас существуют все эти свойства, и мы должны понимать, как работать с ними. Вся Тура, Библия, Каббала, она рассказывает только о трансформации внутренней человека, как он поднимается со своего животного уровня до уровня совершенства, вечности, до уровня Творца. Вот здесь написано, что Авраам, он сначала его бросили в огонь, потом отец увидел, что он вышел из огня живой, здоровенький, и тогда согласился пойти вместе с ним. Сначала у меня вопрос, что это за история такая с огнем, из которого он вышел совершенно никак не поврежденный? Что это такое? А это та же печка, в которой они обжигали своих идолов из глины, которых делали. Они делали изваяние из глины, потом вставили в печку обжигать, и потом продавали. Да. Так вот. Та же самая печка. Да, та же самая печка, тот же самый огонь, то же самое, только вместо идола вышел оттуда здоровым и невредимым, в укрепленном этом своем свойстве отдачи и любви, и поэтому смог уйти, приподняться из этого Вавилона, из всего того, что в нем есть, перепутано, и вообще находится в таком эгоистическом росте, неприязни. Так что это за печка такая? Это внутренний анализ, когда ты не знаешь, что делать, когда в тебе все горит, когда ты не понимаешь, куда идти. И вот это вот сопротивление своему прошлому, и также настоящему, а ее будущему, которое ты не понимаешь, куда тебе, что с этим совсем делать. Вот это вот горение, это как огонь ада, это неизвестность, это непонимание причины, следствия всего. Это и есть печень. Но в огне должно сгореть, ведь он тот огонь, который сжигает, или не сжигает. Это огонь, из которого выделяется свойство, из которого можно идти вперед. И вот папа все это видел на глазах у отца ребенка? Да, на глазах у своего прошлого свойства, то есть именно из прошлого свойства, которое называется терах, вышло новое свойство, которое называется авраам. Уже не авраам, а авраам имеется в виду зачаток души. Самое главное выйти из этого состояния, из Вавилона, из состояния спутанности, это похоже на то, как человек приходит к кабале, и тогда он очень запутан, не знает, что делает, вся жизнь какая-то непонятная, весь мир какой-то непонятный, для чего живет, что с ним происходит. И вот здесь потихоньку-потихоньку в нем выявляется вот это свойство отдачи, любви, свойство, с помощью которого он начинает ощущать, что можно приподняться над всем этим миром, что весь этот мир все равно временный, что я живу в нем по неволе, а есть какая-то такая вообще возможность приподняться над этим миром, обрести совершенно иное течение жизни, там, где я параллельно всему этому. Я буду смотреть на это, на все свыше, и параллельно этому течь в своем новом пласте, в таком уровне. И то, что внизу там я, даже моя семья, даже мои родные, даже мои... Ну, все, что есть вообще на этом уровне, это все только для того, чтобы как-то меня сопровождать, а не самое главное. И самое главное, это я в своей внутренней трансформации подобен Творцу. В подобии Творцу плыву, все время себя таким образом изменяя. У меня есть цель, у меня есть силы, у меня есть возможности, как это сделать. Я изучаю каббалу, я изучаю, для чего это все надо. И вот я уже начинаю отождествлять себя совершенно с иным вообще движением во всем этом мире. Есть у меня уже какой-то свой путь, он немножко выше всего земного. И начинается уже у человека отделение. Это называется выходи из этого своего Вавилона. Он приподнимается, уже начинает течь совершенно в своем потоке. И то, что происходит со всеми, пускай происходит. И то, что он включается в остальных и поднимается из них, тоже надо. Он вбирает в себя то, что надо из них. Допустим, своих домочадцев он берет с собой, еще что-то. Но, в принципе, основная масса, она остается внизу. Вот это и есть выход Авраама из Вавилона. Спасибо, профессор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова